Всем привет! В Крым на машине едем впервые. Наш маршрут из города Чебоксары до Евпатории. Один водитель за рулем и 2500 километров впереди. В видео расскажу, сколько по времени и как мы ехали, о пробках, о красотах, а также о расходах в дороге. Подписывайтесь на канал, если вам интересна тема путешествий на авто, чтобы не потерять на просторах интернета. Приятного вам просмотра! Итак, поехали! Из города Чебоксары мы выехали 21 августа 2020 года в районе 7 часов утра. Погода по маршруту нашего следования была очень разная, поэтому встречалось и 10 градусов, и 30, и даже 40. То есть, если вы едете, конечно, подумайте о себе, позаботьтесь и возьмите разнообразие в обуви и в одежде. Из города Чебоксары до Комсомольского района мы доехали абсолютно беспрепятственно. Ремонта дороги не происходит. Если даже были какие-то мелкие ремонты, мы на них даже внимания не обратили. Но уже начиная с Комсомольского района, были ремонты дороги. Здесь организовано реверсивное движение машин. Бывает, что стоят регулировщики. На мой взгляд, это лучше, потому что водители машин не наглеют, не едут на красный сигнал светофора, и тем самым не задерживают противоположную сторону. Но также встречаются по ходу следования места, где организовано движение реверсивное со светофором. Ну, а как вот в данном случае, это уже после села Комсомольское. Здесь где-то будет указатель, что до Яльчика осталось 33 километра. И указатель Батырева. И потихоньку продвигаемся в сторону Батыревского района уже, в село Батырево. Дорога хорошая. Здесь нет ям, нет щебня. То есть хоть и одна полоса, но двигались достаточно быстро. И в этой пробке мы простояли буквально несколько минут. Можно сказать, что мы просто простояли светофор. Ну, и вот показываю я вам сейчас бортовой компьютер, что за бортом у нас 14 градусов и время, в течение которого мы уже едем. Это село Батырево, мы въезжаем. Обратите внимание, здесь вот такая интересная ротонда, наверное. Это называется такая арочка красивая. Я вам попыталась снять, чтобы вам тоже было понятно. Ну, и конечно же, в длительных поездках всегда нужно делать остановки. Мы первый свой привал сделали через 2 часа пути, ну, чтобы попить воды или чая с каким-нибудь печеньем или съесть фрукт, немножечко подышать, походить. Это очень важно при длительных поездках. Ну, и выбрали вот такое вот красивое место лес. Привал свой мы организовали в районе села Шамуршан. Собственно, вот сейчас мы проезжаем. Тут козы нам встречаются по пути. Ну, животных на самом деле очень много мы по дороге встречали. Вот, и как раз сейчас проезжаем само село Шамуршан. Это мы уже въехали в Дрожжанский район Республики Татарстан. Проезжаем уже второй регион России. Немного изменился пейзаж за окном, то есть он будет меняться на протяжении всей нашей дороги. Это очень интересно наблюдать. Проехали 172 километра от Чебоксара и въезжаем в Ульяновскую область. И наблюдаем такой пейзаж за окном. И Ульяновская область встречает нас полями подсолнухов, конечно же. Проезжаем сейчас село Большое Нагадкино в Ульяновской области. А у тебя привет огромный. И наблюдаем за тем, как уже начинают меняться пейзаж за окном. Уже становится меньше деревьев. Но такая красота невероятная. Смотрите, как начинает очищаться небо. Мы едем уже 200 с лишним километров. Погода также становится теплее. Уже 18-19 градусов здесь. Уже вот едем мы около 3 часов. 18 градусов показываю я вам на портал на компьютере. И, конечно же, как не любоваться этими полями, этим чистейшим небом. Летняя погода, тепло, красиво. Едем, просто наслаждаемся на самом деле. Солнце ярко светит. Температура, естественно, повышается. И доехали мы до Ульяновска. Ульяновск основан в 1648 году. Как мы видим здесь на въезде, все указатели есть. А также Ульяновск до 1924 года назывался Симбирском. Ну и здесь же около города, около въезда в город, мы заехали на первую заправку. Заправились в конце видео. Я обязательно вам скажу все расходы, которые мы произвели в первый день пути. Надо отметить, что располагается Ульяновск на берегу рек Волга и Свияга. И уже мы едем дальше по Ульяновской области. Проехали 300 километров из города Чебоксары. И сейчас мы проезжаем село в Теренгульском районе Ульяновской области. Село называется Федькино. Дорога хорошая. Здесь ремонта мы не заметили. Есть также полосы и для обгона. И вот сейчас мы уже заехали в район, значит, поселка Теренга. Это поселок в Ульяновской области. И здесь, конечно же, я впечатлилась вот этими облаками, которые вы сейчас видите у себя на экране. Это просто что-то невероятно красивое. Смотрите, здесь не так много деревьев. Здесь такое поле, уходящее под горизонт. И невероятные облака, которые похожи то ли на сладкую вату, которую, конечно же, все мы любим с детства. То ли, может быть, даже на бороду Деда Мороза. Я не знаю. Но я настолько впечатлилась этими облаками. Очень мне они понравились. Такие вот красивые. И из Ульяновской области мы уже переезжаем в другой регион. Это Самарская область, Сызранский район и поселок Троицкое. Здесь тоже хорошая дорога. Практически не встретили мы здесь машин. Но движение двухполосное. Ям, ремонтов и всевозможных каких-то препятствий здесь также не встретили. Ну и а я продолжаю любоваться красотой, которая за окном. Пейзажи меняются постепенно. Из региона в регион. Это что-то, конечно же, свое. Вот едем уже в Сызранском районе Самарской области. Сейчас мы заезжаем в город Сызрань. Здесь мы заехали в торговый дом автобус. Наверное, можно было этого и не делать. Но, тем не менее, зашли и вышли. И в этом видео я хочу вам рассказать о таком своем лайфхаке, который я приобрела в этой дороге. То есть, если у вас есть интернет на телефоне, либо на каком-то другом устройстве, на котором вы пользуетесь, то можно немножечко себя развлечь и читать о том городе, либо другом населенном пункте, поселках, оселах, которые вы проезжаете. И я вас уверяю, очень многие из них чем-то известны. По путеследованиям встречаются некоторое количество памятников и музеев, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны. Можно их, конечно же, посетить. Если вам эта тема интересна, то, конечно, нужно остановиться, но заранее подготовиться. То есть, не проехать, а именно остановиться. В некоторых таких местах мы останавливались. Я вам, естественно, это все буду показывать и рассказывать в видео. Если вы любите путешествовать на автомобиле, то я думаю, что вам известно, что можно воспользоваться какими-то общедоступными ресурсами, посмотреть, интересно ли именно вам и вашим попутчикам город, и остановиться в каких-то местах, посмотреть, ознакомиться, получить какие-то новые знания. Это всегда очень приятно, и это всегда необходимо. А мы едем по Сызране. Пропустили поворот на объездную дорогу, который обещает город Сызрань, и нам пришлось ехать сквозь весь город. Но это тоже хорошо, потому что я имею уникальную возможность показать вам, что представляет из себя город Сызрань, который является третьим городом по численности в Самарской области, естественно, после Самары города Тольятти. Он основан в 1796 году. И самое интересное, что я узнала, то, что в Сызране проходит фестиваль помидорный. Сызранский помидор 2001 года. Это, знаете, как бы по аналогии зима огурца в Суздале. И проводится Сызранский помидор в выходные в середине августа. Смотрите, вот с этого ракурса природа просто как картинка. За окном можно фотографировать, распечатывать и отправлять открытки друзьям. А здесь мы уже въезжаем в Саратовскую область. Вот Саратовский район, отметочка. Здесь также уже немного другой пейзаж за окном. Тоже очень любопытно. Здесь поля уходящие далеко-далеко вдаль. Здесь такая вот двухполосная дорога. Здесь в этой части, в начале Саратовского района, здесь ремонта дороги не было. Дорога хорошая. Не спеша едем. И следующий наш привал мы решили устроить в таком вот поле подсолнухов. Конечно же, здесь видны следы людей, много мусора. Но можно выбрать какое-нибудь более-менее чистое место. И, конечно же, не оставляйте мусор после себя. Я решила вам еще заснять работу комбайна. Тоже интересно было понаблюдать, потому что не всем и не всегда случается вот такая вот возможность понаблюдать за работой комбайна в поле. Проезжаем Саратовскую область. Очень красивые виды. Особенно интересно, когда вот попадается водоем или река. Все красиво играет. Вода на солнце. Очень здорово. И, конечно же, можно отдохнуть, насладиться. Несмотря на то, что проходят ремонты дорог и организовано реверсивное движение по дороге. Как мы выяснили чуть позже, это, собственно, не пробки, а большая удача. Что вот так вот можно достаточно легко проехать и не потерять очень много времени. Но то, что случилось дальше, вы увидите в видео далее. Так что оставайтесь. Будем вместе пробираться по саратовским пробкам. За окном у нас прекрасные пейзажи. Очень красиво. Дело уже идет на закат. Уже не настолько жарко в машине. Поэтому едем вперед. Фантастические виды. Конечно же, хочется, может быть, даже сделать привал, остановиться, посмотреть. Но ввиду того, что мы забронировали номер в отеле на ночлег первого дня, мы решили до туда доехать. Доедем или нет, смотрите дальше в этом видео. А пока давайте вместе полюбуемся вот этими вот видами прекрасными на реку. Невероятно красиво. И даже вот камера, хоть и на широкий формат я снимаю, но камера даже не передает всей этой красоты, которая есть в реальной жизни. Так, ну а сейчас мы отстаем в пробку. Пробка в Саратовской области. У крупного железнодорожный узел. Синая называется. Время 16.12. Но здесь буквально за несколько десятков минут мы эту пробку проедем. Хотя на Яндекс.Пробках, конечно же, эта пробка была там красная или бордовая. Ну, в общем, так достаточно длительно предполагалось, что мы здесь будем стоять. На самом деле нет, не так-то долго простояли. И здесь вот проходил товарный поезд. Поезда я вообще очень-очень люблю. И решила, конечно же, с вами тоже поделиться этим. И, кстати, все железнодорожные переезды по дороге, они снабжены вот такими вот железными барьерами. Они поднимаются, опускается шлагбаум. То есть все для безопасности на дороге, для безопасности водителя и его пассажиров в автотранспорте предусмотрено. Я считаю, что очень многое. И вот насладимся поездом, который проходит вот здесь вот в крупном железнодорожном узле Приволжской железной дороги на линии Саратов-Сызрань. Ну, как раз-таки в местечке, которое называется Синная. Здесь вот мы и стоим. Синой проживает всего 6 тысяч человек. И Саратов позади. Едем уже на Волгоград по объездной дороге. В Саратов мы не заезжали. Здесь, обратите внимание, совершенно иные пейзажи, нежели было раньше. И небо становится все чище, чище и чище. Ну и Саратов это уже пятый регион, который мы проезжаем. Конечно же, стоит сказать, что огромный плюс езды по объездным дорогам в том, что вы экономите огромное количество времени на то, чтобы не задерживаться на перекрестках, на светофорах. Плюс ко всему, в летнее время опять-таки ремонтируют дороги и в черте города. С этим мы также столкнулись. Смотрите видео. Я вам все подробненько постараюсь рассказать. И чтобы не застрять уже внутри какого-то города, то лучше, конечно же, его объехать, если вы не решили сделать там привал, либо ночлег, либо посмотреть какие-нибудь достопримечательности. Так, вот где-то в районе Ивановского поселка Саратовской области встали в пробку. Яндекс.Пробка показывает, что пробка большая, красная, даже бордовая. Вот стоим уже 6 минут. Уже 18.32. 18.26 стали в пробку, но, видимо, на пару часов мы здесь застрянем. Такие радости поездки. Растояли мы, в общем, в этой пробке уже час. 19.19 сейчас время. 18.26 мы в нее попали. И вот реверс на этой дороге. Вон по обочине, вон там все едут. Здесь по обочине тоже пыль поднимают. Вон там, вот видите, впереди пыль. Это тоже умники, обочники. А мы вот так вот еле-еле передвигаемся. Но это, видимо, только начало, потому что по Яндекс.Пробке пробка очень длинная. Так что мы не унываем. Любуемся закатом красивым. Куча вон щебня. Все еще только здесь начинается. Так что кто поедет позже, вам удачи. Если вы попадаете ближе к ночи в такие длительные пробки, то позаботьтесь о ночлеге. Тем более, если еще интернет ловит в этой части дороги. Мы забронировали отель, но до того места не смогли доехать из-за вот таких вот растянутых пробок. И пришлось нам останавливаться немного раньше. Потому что ночью по пробкам ехать невозможно. Летят камни, щебень, очень много фур, очень много машин. И мы, доехав до города Камышин, решили остановиться в мотеле Прага. Я снимала рум-тур данного мотеля. Оно также будет в этом видео. Посмотрите. И также стоит отметить, что после города Камышин очень долго нет никаких мест для ночлега, если вы, конечно же, не останавливаетесь с палаткой. Обратите на это внимание и будьте подготовлены. В гостиницу мы заселились в городе Камышин. Называется Прага. Гостиница довольно-таки большая по своим размерам. Заселились быстро, без всяких проблем. Ну и рум-тур, естественно, я вам снимаю только с утра, потому что ночью нет смысла, ничего не видно. Зашли вот в номер. Такой вот номер. Здесь, значит, у нас написаны правила проживания и прочее. Поставьте на паузу, если вам интересно. План эвакуации. Обратите внимание, как расположены номера интересные. Еще есть вот корпус какой-то в середине. Непонятно, там есть окна или нет. Вот. И здесь пожарная безопасность. Тоже памятка. Здесь вот такой вот звоночек. Здесь ванную комнату. Так, вот это вот ванная комната, в принципе, обычная. Здесь две, по-моему, лампы. Здесь вот такой вот душ-клейка. Не снимается. Ничего здесь. Смотрите, пол прям... Вообще не знаю, какой еще не шлисть, прям в ходе земли накидано. Вон, значит, душ, лейка, зеркало, унитаз, бумага была, освежитель, еж. Жидкое мыло. Раковина работает. Вода горячая, холодная. Есть вот такой вот фен. Выключатели. Вот люстры. Значит, вот люстра. Это вот небольшой шкафчик такой. Вот. Еще одеяло. Кондиционер здесь есть. Вон он. Телевизор. Вот здесь кондиционер, телевизор в таких бордовых тонах. Все. Стол, два стула. Большая кровать. Здесь вот картина. Тумбочки две. Бра. Еще односпальная кровать. Здесь вот большая двуспальная. Так вот, шторы зашториваются. Вид из окна. Вот в таком вот, в бордовом. В таком цвете. Вся комната. Сейчас проходили по коридору. Еще есть в зеленых цветах комната. И так далее. Но в принципе номер неплохой. Горячая вода есть. Холодная есть. Рабочая сантехника. Я вам уже показала, как это все выглядит. Но шумоизоляция, конечно же, в номере недостаточно. Я считаю нормальная. Потому что люди приезжают отдохнуть. Хотя бы несколько часов поспать. А здесь прям толпами ходят люди в коридоре. Смотрят телевизор до утра и так далее. Ну а собственно такой вот небольшой номер. Вот так вот это все выглядит. Сейчас покажу вам еще в коридоре несколько кадров. А под столом, смотрите, розетка. А мы вчера искали, где бы зарядить технику. Заряжали там у кровати. Там две. И с другой стороны. Гостиница понравилась. Достаточно хорошая. На первом этаже есть большое по размерам кафе. Много людей здесь останавливается. Много людей здесь кушают. Здесь вот два здания переходом между собой соединены. Большая парковка. Здесь и автобусы, и дальнобойщики, и автотранспорт легковой. То есть гостей в этом отеле очень-очень много. Так что имейте в виду, берите на заметку, если вам понравилось. То есть большие холлы здесь, разная цветовая гамма номеров. Большое вот зеркало есть в холле также. То есть смотрите, если понравится, то имейте в виду в своих путешествиях на автомобиле. Ну а сейчас пришло время подвести итоги первого дня нашего путешествия. И расскажу вам о тратах в дороге. И ввиду того, что мы не останавливались в кафе. И имели достаточно большой запас продовольственных товаров. Мы взяли и еды в дорогу, и фруктов, и перекусов, воды, чай в термосе и так далее. То естественно никаких затрат на еду в первый день дороги у нас не было. Основные траты, которые у нас произошли в первый день, это 1550 рублей дистоплива мы заправили на заправке Лукоил. И 1800 рублей это гостиница Прага, в которой мы остановились на ночь. За первый день мы проехали 878 километров. Из города Чебоксары мы доехали до города Камышин. Провели 10 часов 28 минут в пути. Ну и привалов для разминки, для перекусов. Минут на 10-20 у нас было в количестве где-то около 5. Таковы итоги нашего первого дня пути до Крыма. Подписывайтесь на канал. Впереди еще очень много всего интересного. И увидимся с вами в Крыму. Поехали. Поехали.